Башкирские парламентарии предложили унифицировать меры поддержки участникам СВО по всей стране. Это, по мнению депутатов, позволит систематизировать процедуру и упростит ее для получения льгот. В целом о том, какое внимание в нашей республике уделяют подобным вопросам, а также о патриотизме подрастающего поколения, поговорим с председателем Комитета Госсобрания Курлта Республики по здравоохранению, социальной политике, делам ветеранам Салаватом Харасовым и ветеранам батальона имени генерала Менгалиша Емуратова Александром Эйснер. И еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Вот я уже озвучила ту меру, которую предлагают наши башкирские депутаты. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к подобной инициативе и какие нюансы в данном случае важно учесть для того, чтобы обратного эффекта не произошло? Да, действительно, по инициативе председателя Государственного собрания Курлта Республики Башкорстан Константин Борисович Толкачева, мы, парламентарии, изучали опыт работы других субъектов по оказанию помощи участникам СВО. И выяснилось, что, к сожалению, в разных субъектах разные меры поддержки. Они разнятся не только все меряется деньгами, но и количество мер поддержки, их доступность, их качество. И многие другие вещи были обсуждались. Вот Константин Борисович буквально он два раза выступал с такой инициативой и в Москве на заседании Совета законодателей России, и вот буквально на днях в Саратове на встрече такого уже высокого уровня. И она была услышана, эта идея, и поддержана многими парламентариями. Суть ее в чем? Во-первых, меры поддержки во всей России, во всех субъектах должны быть одинаковые. Ведь были случаи, когда к нам обращаются родственники наших воинов СВО, которые достойно защищали родину и получили увечья, потом погибли, отранили. И получается, что если он согласился подписать контракт в другом субъекте, в котором якобы первичные выплаты выше, чем наши республиканские, то тогда и меры поддержки на его семью, на членов семьи распространяются именно того субъекта, где он подписал контракт. А у нас в республике мер гораздо больше, их больше 40 мер. У нас только на этот год 4,5 миллиарда запланировано на меры поддержки участников СВО, а в 2022-2023 год уже более 7 миллиардов было из расходного бюджета денег для поддержки и членов семьи, и самих участников СВО. Поэтому уже в республике мы по закону не можем эти меры поддержки оказывать. Поэтому хотелось бы, чтобы не было вот таких вот вещей, когда человек едет или в другой субъект якобы там получить какие-то деньги, а потом в итоге страдает вся семья. Поэтому мы хотели бы, чтобы все были в равных, будем говорить, условиях, и во всей России члены семей, участников СВО получали равные меры поддержки. Да, я согласен, тут еще важно, чтобы не ухудшить те меры поддержки, которые уже имеются. Поэтому, естественно, эта работа направлена на то, чтобы там, где этих мер поддержки не совсем достаточно, они тоже подтянулись бы до этого же уровня, как наша республика. Поэтому я считаю, что правильно. И здесь Константин Борисович тоже с осторожностью. Любое изменение мер поддержки и вообще всяких мер должно сначала тщательно изучаться и депутатами, и юридической службой, чтобы это потом не привело к каким-то недовольствам или обидам наших граждан, а наоборот, способствовало тому, чтобы полностью реализовать те вот инициативы, которые и глава нашей республики Ради Фаритович высказывал, и правительство, и наше государственное собрание. Александр Валерьевич, то, о чем мы сейчас говорим, вам, естественно, известно не понаслышке. Вы прошли СВО, вы прошли и другие горячие точки, десантник со стажем. Когда вы побывали на СВО, вот первый раз туда прибыли, да, ваши, скажем так, ожидания и реальность совпали? Ну, я примерно понимал, куда я еду, но, как бы, того, что я там увидел, этого, конечно, не ожидал, абсолютно не ожидал. Там действительно идет тяжелая специальная военная операция, враг очень силен, как бы, противостояние очень сильное. Наша задача. Было непросто. Даже человек, у которого прошел, у которого есть опыт за плечами. Я там не один такой. Есть ребята, которые Афганистан и Чеченю прошли, и очень много-много где были, но такого не видели. Там 50 стран против нас. Ну да, это уже такой политический вопрос. Скажите, пожалуйста, вот в контексте СВО актуально говорить о патриотизме. Что касается патриотизма, вот лично вы, начнем с самого простого, что понимаете под этим словом, как сегодня проявляется этот самый патриотизм? Патриотизм – это очень важное для нашей страны слово, и оно всегда было в истории нашей страны очень важным. Я, как родившийся в советское время, учился в советской школе, потом учился в военном училище, военно-политическом, офицер-политработник кадровый. Поэтому слово патриотизм, оно и в моей профессии, я 23 года служил в вооруженных силах и занимался именно этой работой. И поэтому я считаю, что патриотизм – это не просто то, чтобы выйти и громко какой-то лозунг сказать. Это просто каждый день нужно честно делать свое дело. И поэтому то, что делают наши сегодня земляки, они каждый день делают свое дело в условиях специального военного пирата, защищают нашу Родину. Вот это и есть настоящий патриотизм. Но это должно понимать все общество, все граждане, и в первую очередь молодежь. Если вы помните, времена были, когда слово «Родина», «Отчизна» нельзя было употреблять, стеснялись его в средствах массовой информации. Его Сорос из наших учебников, слово это вычеркнул, переписал нам все учебники истории и поправил, так сказать, нам мозги всем. А сейчас мы вернулись к тому, от чего от нас, так сказать, отвратил Сорос и западные страны. Мы опять поняли, что спасать нашу страну только мы сами можем. И жить в своей стране должны наши дети, достойно жить, и они должны быть защищены. Вот чтобы защищать нашу страну, достойную жизнь, независимость, вот это, я считаю, слово «патриотизм» в этом кроется. Александр Валерьевич, если бы не этот патриотизм, вы бы не оказались на СВО, потому что вы один из первых в батальон Шуймуратова, если я правильно все поняла, вступили, да, и по собственному желанию. Какие вы задачи выполняли там? Защищая рубежи, поставили задачу Суровикину. То есть наша задача была, мы вышли из Херсона, получается, заняли позиции вдоль Днепра, и наша задача была врага не пропустить. Ну, тем не менее, вы десантник. Просто с десантниками у нас еще не было интервью тех, кто находился на СВО. Если это не секрет, если это можно раскрывать, каким образом ваша работа выглядела там, служба? Я вообще оператор на очередь ЗУ-23, два зенитных орудия, 157 миллиметров. Ну, так получилось, что, приехав туда, я думал, что у меня будет зенитная установка, но там не было ее. Вот, и там, получается, у нас был штурмовый батальон. Как бы у нас штурмовая рота, пятая рота. И вот задача была, говорю, всем защищать только рубежи, и все. Сегодня мы будем много говорить о патриотизме, потому что, как говорят официальные структуры, как говорят штаб по формированию добровольческих батальонов, многие люди приходят и записывают себя в качестве добровольцев по собственному желанию, и чаще всего мотивацией служат даже не меры поддержки, а действительно желанию помочь своей родине, да? Что касается патриотизма, как вы считаете, где он сегодня по большей части должен зарождаться и укрепляться? В семье, в школе, может быть, военно-каких-то патриотических клубах? Все начинается с семьи. И разговоры родителей, дедушек, бабушек, общение с родными, близкими, друзьями. Дети же все слышат, внимают, и взрослые тоже. Я думаю, что это самое главное, чтобы разговор о патриотизме шел обычным языком, нормальным, невысокопарным, доступным и понятным. Я думаю, в семье и в школе. Действительно, мы, к сожалению, истории нам переписывали много раз. К сожалению, я еще раз говорю о влиянии Запада, когда они смогли управлять нашей системы образования, и советскую школу, советская система образования успешно разрушили, навязав нам баллонскую систему. А уже отменили баллонскую систему. Да, это тема отдельного спора, разговоров. Но сейчас я скажу, что, конечно, начинается все с детского сада, начинается с семьи. Школа – это, я считаю, самое то место, когда человек начинает внимать тем словам, что говорят ему окружающие, старшие, педагоги авторитетные. Приходят ветераны, участники СВО. Раньше у нас были участники войны в Афганистане. 15-го числа уже, в принципе, во всей республике, в муниципальных районах идут уже. Сегодня я вот звонил, Меякинский район, где я раньше был депутатом, там сегодня. Участники войны в Афганистане, которые живут в Меякинске, во всех районах, они возлагают сегодня, завтра. А завтра, 15-го числа, будет республиканское мероприятие. Там Радий Фаритович, руководители правительства будут, государственное собрание, и сами участники СВО у памятника «Скорбящие матери». Поэтому я считаю, что каждый, кто хочет почтить память наших погибших земляков в этой войне, совершивших подвиг, может туда прийти и возложить цветы. Просто поприсутствовать, поздороваться, увидеть там знакомых. Я думаю, что это хорошее. Но потом есть мероприятия, они расписаны нашей ветеранской организацией «Боевое братство». Там у них будут концерты какие-то, воспоминания, встречи, посещение семей тех ребят, которых нет уже с нами, их родных, матерей, жен, детей. Поддержка их. Эта работа каждый день проводится, в принципе. Но именно 15-го – это памятная дата. Да, и у нас, конечно, тоже будет много выездов на подобные мероприятия, съемочные группы. Александр Валерьевич, вы получили, к сожалению, травмы, из-за чего больше не можете вернуться туда в качестве участника СВО. Сегодня вы чем занимаетесь и чем еще планируете? Какие у вас планы? Да ничем я пока еще не занимаюсь. Я год на больничном был. Целый год у меня, вот в октябре только опять операция поранения была. Хобби какие-то у вас есть? Да нет, какое хобби? Я же ремонтом занимался, строительством, а сейчас строительством заниматься не могу уже из-за руки. Александр Валерьевич, в завершении программы хочется лично от вас услышать пожелания подрастающим поколениям, молодым людям в контексте, естественно, нашей сегодняшней программы, патриотизм и подобное. Я бы очень хотел сказать и скажу всем, кто призывается сейчас, кто раздумывает, идти или не идти на СВО, ребята, даже не задумывайтесь, собирайтесь и идите. И если не мы, то кто. Так что, как бы, тут задуматься даже и не надо. Спасибо вам за то, что вы есть. Вам спасибо. Еще добавить можно. У нас вот, по словам нашего друга Александра, мы депутаты тоже это остро ощущаем. И поэтому сегодня в специальной военной операции более 40 депутатов участвуют. К сожалению, есть и погибшие разного уровня. В том числе, вот буквально в воскресенье двух наших депутатов в Государственное собрание Курултай проводили в зону специальной военной операции. Они подписали контракт. И по своим помощникам пять человек вот мы проводили в один день. И до этого наши уже коллеги приняли решение и в специальной военной операции участвуют достойно. Поэтому я абсолютно поддерживаю нашего Александра. Он правильно говорит. Родину защищать должен каждый. Правильно. Спасибо вам большое за вашу работу, за вашу службу, за то, что нашли время для нашего интервью. И я напомню, что гостями нашей студии были председатель Комитета госсобрания Курултай Республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов и ветеран батальона имени генерала имени Галиши Муратова Александр Эйснер. Оставайтесь на телеканале ВСЯУФА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова